Всем привет, с вами Макс Топлинк. Вы задавали много вопросов, как же я сделал такое оформление Топлинк и необычную кнопку для WhatsApp. Все это реализовано с помощью картинок и блоков HTML. И сейчас я пошагово покажу, как просто создать такое оформление. Заходим в личный кабинет Топлинк. Если у вас нет Топлинка, ссылку для регистрации я разместил в описании к видео. Допустим, изначально у нас имеется практически пустая страница. Здесь только аватар и какой-то текст. Нам нужно добавить сюда картинку через блок с HTML-кодом. Это такой специфический язык, который понимают все компьютеры. Сразу успокою, никакие специальные навыки вам не потребуются. Просто ставьте это видео на паузу и пошагово повторяйте все действия. В описании к видео вы найдете ссылку с шаблонами из урока. Переходим по ней. Здесь нам нужен раздел «Шаблоны из урока HTML». И первый пункт «Шаблон HTML для картинки». Копируем этот код. Возвращаемся в редактор Топлинк и нажимаем «Добавить новый блок». Выбираем блок HTML. И вставляем скопированный ранее код. Отлично. Вместо этого текста надо вставить адрес картинки. Где его взять, спросите вы. Просто возвращаемся на страницу с шаблонами и ищем пункт «Получить адрес картинки». Нажимаем кнопку «Выбрать файл» и выбираем картинку, которую хотим разместить. Я заранее создал картинку в формате PNG на прозрачном фоне. Обращаю внимание, что картинка должна весить менее 300 кБ, чтобы ваша страница быстро загружалась и посетителям не приходилось ждать. В моем случае эта картинка шириной 794 пикселя и размером 104 кБ. Нажимаем «Открыть» и «Загрузить». В появившемся окне копируем прямую ссылку на изображение. И вставляем в обозначенное в коде место. Кликаем «Сохранить». Наша картинка загрузилась, можем переместить ее чуть выше. И удалить лишнюю аватарку. Посмотрим, как это выглядит на странице. Замечательно. Кстати, мы можем менять ширину картинки прямо в коде. Вот этот параметр «Видс» определяет ширину картинки в пикселях. То есть, если вы вставляете, например, только логотип, то вам не нужно, чтобы он был огромным. Устанавливаем значение 200 пикселей и сохраняем. И ваша картинка уменьшится до этого значения. Давайте вернем все как было. 500 пикселей и «Сохранить». А теперь добавим красивую кнопку для перехода в чат WhatsApp. Нажимаем внизу «Добавить новый блок». HTML-код. И копируем шаблон кода для картинки со ссылкой. Вставляем. Теперь нам нужно вставить адрес картинки. Выбираем файл. Загружаем. И копируем адрес изображения. Вставляем его в код HTML. Сохраняем. Картинка добавилась, но нам еще нужно указать ссылку, которая будет открываться при нажатии на картинку. Вот сюда надо вставить ссылку. В моем случае это будет переход в чат WhatsApp. Возвращаемся на страницу с шаблонами. И вверху копируем ссылку на чат WhatsApp. Вставляем ее в код и меняем номер телефона на свой, начиная с семерки. А здесь указываем текст, который будет набран у клиента при переходе, чтобы ему осталось просто нажать кнопку «Отправить». Пишем, например, «Привет, Максим! Хочу задать вопрос». А теперь внимание! В ссылке не должно быть пробелов. Все пробелы заменяем на комбинацию символов «Процент 20». Везде меняем на «Процент 20». И сохраняем. Обновим страницу и убедимся, что все работает. Видите, когда я навожу на кнопку «Курсор», трелка меняется на указательный палец. Значит, мы можем нажать на эту картинку. И попасть в чат WhatsApp с уже заготовленным текстом сообщения. На этом все. Теперь вы можете смело называть себя программистами и веб-дизайнерами. Если вам понравилось видео, поддержите, пожалуйста, лайком. А в комментариях пишите возникшие вопросы и предложения для следующих роликов.